Самая большая драгоценность для жителей Лондона – это тишина. Коренные горожане любят Лондон величественный и спокойный, как воды реки Темзы, на берегах которой он был основан 2000 лет назад. Со времен основания города и всю историю его существования Темза была основной транспортной и торговой артерией Лондона. Конечно, сегодня мало кому придет в голову добираться до столицы Великобритании по реке, но Темза до сих пор не утратила своего культурного и исторического значения для жизни города. Лондон начинал строиться вдоль берегов реки. Чтобы увидеть все самые знаменитые исторические здания этого города, достаточно прогуляться вдоль Темзы. Чем дальше от воды, тем больше современных сооружений, дорогих автомобилей и деловых людей, спешащих на очередную встречу. Огромный мегаполис диктует сумасшедший ритм и суровые правила выживания. Сверкающие огнями клубы и шумные дискотеки привлекают в основном туристов, местные жители ищут спасения от стресса в тихих уголках Лондона, среди зелени и поближе к воде. На востоке города расположен Гринвич парк. Это одна из крупнейших и красивейших зеленых зон в этой части Лондона. Название Гринвич непосредственно связано также с Королевским военным флотом. Так называется сегодня самый большой, принадлежащий Англии, военный корабль. Во время отлива этот огромный авианосец водоизмещением 20 тысяч тонн не может пройти по реке и стоит неподвижно на причале возле колледжа Королевского военного флота. Для искателей сокровищ отлив самое горячее время. Поиск предметов старины довольно распространенное среди жителей Лондона хобби. Питер Мэйсон, искатель сокровищ, говорит, что вид спокойной воды его умиротворяет, помогает отвлечься от деловых будней. Во время отлива обнажается побережье и часть дна реки, и здесь до сих пор можно найти предметы далекой древности. Сегодня я отыскал кусочек мрамора. И вот еще что-то непонятное. Какое-то медное изделие с рисунком. А вот здесь у меня свинцовый жетончик. Такими пользовались для торговли на реке. На него нанесен специальный знак. Такие жетоны с индивидуальным знаком были у каждого торговца. Ими они расплачивались с лодочниками. В самом центре Лондона Темзу пересекает современное сооружение из сверкающего металла. Это самый новый из лондонских мостов. Он соединяет собор Святого Павла, расположенный в Сити, в финансовом центре Лондона, и галерею современного искусства Тейт, находящуюся на южном берегу. Мост был задуман как символ нового тысячелетия и торжественно открыт 9 лет назад. С первых же дней популярность моста превзошла все ожидания его создателей. Под тяжестью тысяч людей мост начал угрожающе вибрировать, и его пришлось срочно закрыть. Лондонцы прозвали этот мост Шатким, поскольку и по сей день он слегка дрожит под ногами прохожих. С одной стороны моста расположен собор Святого Павла. Для туристов это лишь одна из достопримечательностей Лондона. Но горожане дорожат этим собором, потому что верят в его исключительность в духовном смысле слова. В годы Второй мировой войны собор оказался одним из немногих зданий, уцелевших во время гитлеровских бомбардировок. В 1940 году на собор была сброшена бомба. В результате прямого попадания у здания не оставалось шансов уцелеть. Но случилось чудо, и бомба так и осталась лежать на полу собора, не взорвавшись. С другой стороны моста находится галерея современного искусства Тейт. Впечатляющих размеров здания не так давно было обычной электростанции. Вот в этом помещении оглушительно грохотали турбины, превращающие уголь в электрическую энергию, которой снабжались тысячи лондонских домов. Теперь здесь находится одно из самых дорогих в мире собраний произведений современного искусства. Сегодня я зашел сюда почти случайно. У меня выдалось полтора часа свободного времени, и я решил зайти в Тейт, посмотреть работы сюрреалистов и кого-нибудь еще, о ком я никогда не слышал раньше. Что-нибудь в стиле Фрэнсиса Бэйкона. Я родился в рабочей семье, и у меня очень классическое образование. Когда я смотрю на произведения современного искусства и не вижу в них мастерства, когда они похожи на детский рисунок, меня это не трогает. Я не говорю, что это все ерунда, что это не искусство. Я говорю только, что лично на меня это не производит впечатления. Этот район называется Южным берегом. Здесь расположено множество важнейших культурных учреждений, таких как Королевский фестивальный зал, место проведения Британского фестиваля 1951 года, и Национальный театр. Самый центр этого оазиса культуры захвачен лондонской молодежью. Здесь расположился крупнейший парк скейтбордистов и любителей велосипедного экстрима. Подростки оккупировали эту местность с конца 80-х годов. С тех пор все стены здесь покрыты граффити, а вход в парк открыт в любое время дня и ночи. Характерно, что в этом стихийно образованном клубе молодых экстремалов почти не случается агрессивных столкновений. Напротив, здесь царит дух редкой доброжелательности и поддержки. Я сюда прихожу уже много лет. Но лично мне это место помогло пережить очень трудные времена. Конечно, то, что случилось со мной, могло произойти с каждым подростком. И я думаю, именно по этой причине здесь постоянно полно людей. Здесь получаешь что-то очень важное, какое-то удовлетворение, ощущение полноты жизни. Это уникальный опыт. Неподалеку от южного берега находится рынок Борроу, один из старейших в Лондоне. До недавних времен здесь велась в основном оптовая торговля фруктами и овощами. Но в последние годы специфика изменилась, и появилось множество киосков, где можно приобрести редкие деликатесы. Мода на изысканную кухню возникла в Лондоне относительно недавно, и сейчас этот тренд набирает популярность. В последние несколько лет рынок Борроу стал своеобразным светским салоном. Сюда приезжают не только для того, чтобы купить чего-нибудь исключительного, но и пообщаться, обсудить новые тенденции кулинарной моды и просто попробовать экзотические новинки. Еда здесь действительно очень вкусная. Я сюда часто приезжаю, особенно по выходным. Здесь приятная атмосфера, можно просто отдохнуть. В последнее время все озабочены поиском вкусной еды. В Англию буквально потоком хлынули знаменитые шеф-повара. Все сходят по ним с ума, все хотят новых и изысканных рецептов. На рынках в Лондоне принято покупать не только продукты, но и мебели, предметы интерьера. Одним из самых модных антикварных рынков считается Порто-Белла-Роуд в Ноттинг-Хилле. Здесь гораздо спокойнее, чем в Бороу, и можно часами разглядывать причудливые предметы старины и выбирать дорогую антикварную мебель. Магазинчики выкрашены в мягкие пастельные тона, атмосфера стильная и богемная. Совсем не так на рынке Камден. Здесь покупают одежду и украшения представители альтернативных молодежных движений – панки, готы и киберготы. Камден – уникальное место. Я много путешествую, но нигде не встречала ничего подобного. Это совсем крошечный пятачок, и здесь собрано такое количество разных людей и культур. Никого здесь не осудят за то, что он как-то странно одет. Каждый выглядит так, как ему нравится. И это нормально. Если вам по душе классический стиль в одежде, нужно добраться до Карнаби-стрит. Эта улица – символ Лондона. Она является излюбленным местом шоппинга горожан уже полвека. Легендарное трио «The Jam» воспело улицу Карнаби в своей одноименной композиции. Участники «Битлз» и «Роллинг Стоунс» любили не только совершать здесь покупки, но и просто прогуливаться и отдыхать в местных клубах. Со времен Битломании, с конца 60-х, улица Карнаби является культовым местом. Здесь создавалась мода, за которой следовала потом не только Англия, но весь мир. Впрочем, сегодня многие брендовые бутики переезжают подальше от центра Лондона. Центральные районы города сегодня отданы коммерции. Это чисто деловые кварталы. Полной противоположностью шумной и многолюдной Карнаби является район Маленькой Венеции, богатый квартал, расположенный на берегах канала Редженс на северо-западе Лондона. Название закрепилось за районом благодаря поэту Роберту Браунингу, который жил здесь в 19 веке. Маленькая Венеция – еще один островок покоя в бурлящем море огромного мегаполиса. В этом квартале дорогих особняков есть одно очень необычное поселение. Несколько жителей Маленькой Венеции решили покинуть свои городские квартиры и переместиться жить на воду, в лодке. Обитатели Маленькой Комуны считают, что такой образ жизни позволяет им поддерживать связь с природой, не уезжая из Лондона, не теряя любимой работы и городских друзей. Тасмин пишет сценарии для телевидения, а также составляет цветочные композиции для украшения телевизионных студий. В лондонской квартире ей было одиноко, но здесь, в Маленькой Венеции, она нашла то, что искала всю сознательную жизнь, настоящих друзей, теплые и неформальные отношения. Мы все здесь как родные, никто не запирает дверей. Если мы не видим кого-нибудь из соседей неделю или больше, к ним обязательно кто-нибудь заходит, выясняет, что случилось. Если человек болен, ему всегда принесут еду и окажут помощь. Тасмин считает, что нашла идеальный способ жизни в огромном городе. Она очень любит Лондон и ни за что не хотела бы уехать из него насовсем. Ей нравится жить вот так, в гармонии с собой и своими близкими, но при этом оставаться буквально в двух шагах от центра города с его духом свободы и творчества. Посмотрите, как здесь одеваются. Если вам нравится носить разноцветные носки и шляпу-котелок, пожалуйста, ваш внешний вид никого не удивит. На улицах Лондона полно странно одетых людей, и мне это кажется очень забавным. Приятель Тасмин, Пирс Джеймсон, не согласен с ее точкой зрения. Он считает неформальный стиль одежды признаком дурного вкуса и недостатка воспитания. Пирс от души скучает по старым, добрым викторианским временам, когда приличному человеку в голову не могло прийти выйти на улицу в чем-либо кроме костюма. То, что на мне сейчас, это моя рабочая одежда. Ее не жалко испачкать. Если же я выхожу куда-то в город, я всегда надеваю костюм. Пиджак и брюки, или жилет, пиджак и брюки. Мои ботинки всегда начищены так, что вы ослепнете. И это очень важно для меня. Это было важно для любого мужчины времен королевы Виктории. Увлечение Пирса викторианской эпохой не ограничивается только одеждой. Он занимается восстановлением транспортных средств того времени и недавно закончил воссоздание купе викторианского вагона первого класса. Правда, с использованием современных материалов и рекламных постеров. Тасмин же, напротив, считает, что транспортное средство должно быть простым и функциональным. Для перемещения по Лондону она выбрала один из самых известных символов этого города – черное такси. Я решила купить старое лондонское такси, потому что мне нравятся необычные машины. А еще потому, что это дает возможность быстро добраться до центра Лондона. Конечно, у меня нет лицензии, но ведь никто об этом не догадывается. Так что я могу объезжать пробки по дорожкам для общественного транспорта, разворачиваться на автобусных площадках и парковаться просто ужасно, ничего за это не заплатив. Перемещение по Лондону на автомобили в последние годы превратилось в настоящий кошмар. Одной из самых невыполнимых задач является поиск парковки в центре Лондона. Даже если вам посчастливится найти свободное место, за оплату парковки придется выложить небольшое состояние. А если вы не захотите купить парковочный талон, полицейские вас очень быстро найдут и оштрафуют. Перегруженность центра Лондона личным автотранспортом вынудила предыдущего мэра города Кэна Ливингстона ввести поправки к законодательству, согласно которым каждый, желающий въехать в центр города и не имеющий на это специального разрешения, обязан заплатить 8 фунтов. Это первая система такого рода во всем мире. Выполнение нового закона контролируется специальными видеокамерами, которые фотографируют номера всех машин, проезжающих через контрольные пункты. И если оплата не поступает в установленный срок, владельцу выписывается существенный штраф 50 английских фунтов. Жители Великобритании отличаются редкой законопослушностью. Несмотря на чудовищные пробки, почти никто не пытается выезжать на свободные автобусные дорожки. Вообще к автобусам в этом городе принято относиться с глубоким почтением. Особенно если речь идет о знаменитых красных двухэтажных роудмастерах. На протяжении 50 лет двухэтажные автобусы были основным видом наземного общественного транспорта в Лондоне. Несколько лет назад их начали заменять на более современные модели, мощные и комфортные. Но, к удивлению мэра города, жители так решительно воспротивились этой инициативе, что модернизировать удалось лишь несколько маршрутов. В центре города по-прежнему ходят двухэтажные роудмастеры. Билеты в них продают кондукторы, а запрыгнуть в салон или соскочить с подножки можно на любом светофоре. Наш автобус просто символ дружелюбия. Двери никогда не закрываются. Можно садиться и выходить совершенно свободно. Это мелочь, но очень поднимает настроение. Даже незнакомые люди здесь начинают общаться друг с другом. Людям нравится ездить на этом автобусе, а мне нравится их возить. И, знаете, таким автобусом гораздо легче управлять. Он удобнее многих современных. Другой, не менее известный символ Лондона – знаменитый Гайд-парк. Со времен своего основания имел скверную репутацию. Знатным леди здесь вовсе не стоило появляться, а горничные были вынуждены нанимать солдат из расположенных поблизости казарм, чтобы те проводили их через парк. Прогулка по парку с артиллеристом стоила 9 пенсов, в то время как гвардейцы брали за свои услуги шиллинг. В парке Кенсингтон-Гарден таких проблем не было. Вход туда изначально сделали платным, и кроме знати никого в этот парк не пускали. Самые богатые лондонцы выбирают сегодня для прогулок район Хампстет. Здесь расположена так называемая Хампстетская пустошь – одна из самых высоких точек Лондона. Вопреки своему названию, пустошь имеет очень разнообразный рельеф. Здесь есть холмы, небольшие перелески и живописные пруды и озера. Кроме того, именно здесь располагается один из самых величественных лондонских дворцов – Кенвуд. Вода в местных озерах очень чистая, и многие лондонцы приезжают сюда купаться не только летом, но и зимой. В 2004 году правительство Лондона попыталось запретить традицию зимних купаний, ссылаясь на опасность подобного развлечения. Но местные демократы увидели в этом ущемление человеческих свобод и отстояли право на купание в ледяной воде через Верховный суд. Здесь много богатых людей. Все они разных профессий. Адвокаты, бизнесмены, менеджеры. Летом здесь настоящий гей-клуб. Приезжают днем и ночью. Даже Джордж Майкл здесь бывает. Купаться приходят люди всех национальностей – и мусульмане, и евреи, и все прекрасно ладят между собой. А еще Хампстадская пустошь – традиционное место выгула собак, причем не только для жителей этого района. Права животных в Лондоне охраняются не хуже, чем права человека. И если вы решили завести здесь собаку, то к ее выгуливанию придется отнестись серьезно. Впрочем, лондонцам это кажется естественным. Погулять с собачкой они приезжают в самые красивые парки города. Удивительно, что в Лондоне так любят собак. С ними можно гулять где угодно. А в городе так много прекрасных парков. Нам невероятно повезло, что мы живем в таком красивом городе и можем гулять здесь с нашими питомцами. Лондонцы стараются сохранять буквально все. Ни одно дерево в парке нельзя срубить без разрешения властей. Даже упавшие деревья здесь не принято вывозить из парка. В лучшем случае их можно подвинуть, чтобы освободить дорожку. Заброшенные железнодорожные пути тоже было решено не разбирать. Их лишь немного переоборудовали, превратив в дорожку для прогулок и занятий спортом. Теперь это место называется Парк Волк. Оно находится в центре одной из наиболее дорогих лондонских окраин. И здесь сохранились не только растения, но и дикая фауна. С бывшей железнодорожной эстакады открывается сегодня красивейший вид на Лондон. Это один из тайных уголков этого города, которыми так дорожат местные жители. У Лондона есть такая странность. Он полон секретов. Даже сейчас, когда он превратился в суперсовременный мегаполис, здесь сохранились удивительные тайные местечки, которые никто, кроме коренных горожан, не знает. Для тех же, кто предпочитает отдыхать шумно и весело, самым популярным местом встреч в Лондоне исторически являются пабы. Здесь назначают деловые обеды, отмечают дни рождения, даже празднуют свадьбы. Но этот традиционный атрибут старой доброй Англии сегодня переживает своеобразную эволюцию. Один из пабов викторианской эпохи, королевская таверна Воксхолл, с середины 70-х годов является самым известным в Лондоне гей-клубом. Будучи первым пристанищем сторонников сексуальной революции, клуб пережил времена запустения из-за эпидемии спида, а сейчас наслаждается эпохой своего возрождения. Играть на этой сцене считается крайне престижным, а получить здесь место очень нелегко. В Лондоне умеют чтить традиции, и для геев это очень хорошо. Это означает, что если уж здесь разрешили однополые браки, то это навсегда, а не так, как в Америке. Сегодня разрешили, завтра снова запретили. А еще у мужчин здесь принято следить за собой. Много так называемых метросексуалов. Это вовсе не геи. Никогда не поймешь с первого взгляда, кто перед тобой. И это только добавляет драйва. Традиционные ценности нередко подвергаются в этом городе творческому переосмыслению. Одно из самых известных жилых зданий Лондона, комплекс «Хайпойнт», был построен по проекту русского архитектора Бертольда Любеткина, переехавшего в Лондон в 1931 году. Великий Ле Корбюзье, приглашенный Любеткиным в «Хайпойнт», признал, что он всю жизнь мечтал о создании подобного строения, идеального человеческого жилища. Тем временем для большинства лондонцев идеальное жилище – это убежище от суеты и стресса повседневной жизни. Поэтому дом для них немыслим без собственного сада. Даже в черте города, где стоимость земли очень высока, лондонцы предпочитают приобретать не квартиры, а дома с собственным двориком. Если бывшая усадьба перестраивается в многоквартирный дом, жители сохраняют сад и ухаживают за ним совместно. Будучи столицей мирового авангарда и модных светских вечеринок, Лондон по-викториански умело хранит свою личную жизнь от посторонних глаз. В глубине души этот город по-прежнему полон достоинства и величественного покоя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова